Ваше превосходительство, шейх Мухаммед Бензаид Аль-Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, главы государств и правительств, дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение принять участие в этом важном собрании. Для меня большая честь выступать перед этой аудиторией. Вчера мы провели прекрасную встречу с господином президентом и еще раз подтвердили стратегическую важность отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном во многих областях. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить благодарность всем организаторам этой встречи. Хочу также поздравить президента и народ Объединенных Арабских Эмиратов с огромными успехами в своем стремительном развитии. Под вашим руководством, господин президент, Объединенные Арабские Эмираты превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете. Азербайджан развивал возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали это много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергию. Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики. Всего два года назад Азербайджан вместе со своими партнерами завершил мегапроект по энергетике «Южный газовый коридор», интегрированную трубопроводную систему длиной 3500 километров от Азербайджана до Южной Европы. Растет объем экспорта нашего природного газа с 19 миллиардов кубометров в прошлом году до 24 миллиардов кубометров в этом. Этот объем будет продолжать расти и дальше. Поэтому еще раз хочу сказать, что мы видим Азербайджан одним из центров возобновляемых источников энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы делаем это по другим причинам, которые я уже озвучил. Что касается нашего потенциала, представлю вашему вниманию лишь пару показателей. 27 гигаватт ветровой и солнечной энергии на суше. 10 гигаватт ветровой и солнечной энергии на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны 2020 года. И 157 гигаватт ветровой энергии в Азербайджанском секторе Каспийского моря. Это потенциал объемом почти в 200 гигаватт. Конечно, нам необходимо достаточное количество экспортных маршрутов. И, конечно, реализовывать все эти проекты поэтапно. Вчера Мастар и Национальная энергетическая компания Азербайджана СОКАР подписали соглашение о разработке ветряных и солнечных электростанций в Азербайджане, мощностью 4 гигаватта. Это лишь один краткосрочный проект. Среднесрочные проекты позволят увеличить этот объем до 10 гигаватт. Это абсолютно выполнимо. У нас есть дорожная карта для обоих проектов. Один только этот проект СМАСТАР, наша сотрудница с этой компанией, превратят Азербайджан в очень важный источник экспорта зеленой энергии. Важные меморандумы о взаимопонимании и соглашении, подписанные между Азербайджаном и международными энергетическими компаниями, позволят нам производить в общей сложности до 22 гигаватт ветровой и солнечной энергии. Как я уже отметил, для этой цели, естественно, нам нужны экспортные маршруты. А в прошлом месяце, 17 декабря, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соглашение о прокладке черноморского морского электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. Это соглашение было засвидетельствовано президентом Европейской комиссии. Таким образом, мы планируем проложить кабель, который позволит транспортировать из Азербайджана зеленую энергию объемом 4 гигаватта. Но этого будет недостаточно. Это только то, что уже согласовано. Наши планы гораздо шире. В Азербайджане очень позитивный инвестиционный климат. Мы привлекли большой объем инвестиций в нефтяной и газовый сектор. Но сейчас наша цель – развитие возобновляемых источников энергии. Другими словами, у нас грандиозные планы, и я уверен, что мы добьемся успеха. Большое спасибо.